Мы рады вас приветствовать на серии вебинаров к вашему успеху. Серия вебинаров будет состоять у нас из 7 вебинаров и вы можете абсолютно бесплатно получить массу ценной информации. Пожалуйста, поставьте плюсики, как меня слышно еще раз. Так, так, все, благодарю, вижу, что слышно хорошо. Итак, продолжим. Значит, сегодня мы начинаем серию вебинаров. Эта серия предназначена для людей, которые хотят изменить свою жизнь, хотят улучшить свой бизнес и начать свой бизнес в интернете. Мы специально пригласили на эту серию вебинаров людей, которые уже получили какие-то результаты. Они имеют опыт и создали или свой интернет-бизнес, или успешно ведут свой бизнес в сети интернет, или же являются профессионалами какой-то нише. Поэтому, друзья, приглашаю внимательно слушать информацию, которую вам будут давать лидеры. И сегодня открывает серию вебинаров Елена Константинова. Лена, так скажем, профессионал своего дела. Она уже давно занимается личной эффективностью и уже достигла очень высоких вершин. Поэтому я рекомендую очень внимательно сегодня прослушать Лену. И обязательно возьмите листик или тетрадочку с хорошей ручкой и запишите все рекомендации, которые дает Елена. Потому что, поверьте, то, что вам даст Елена, вы не узнаете просто так в интернете. Елена свои рекомендации взяла не с воздуха и не с каких-то книг. Она их применила к себе. Она проверила работоспособность всех этих методик. И сейчас она вам их будет предлагать. Поэтому внимательно слушайте Елену, записывайте, конспектируйте. И этот вебинар будет очень и очень полезен для вашего бизнеса и для вашей эффективности. Ну и для всех участников вебинара мы с Натальей Лебедевой решили сделать подарочек. Поэтому дождитесь окончания вебинара Елены Константиновой и я вам расскажу, какой сегодня подарок получат все участники нашего марафона. Итак, друзья, внимательно слушаем Елену. Я передаю микрофон ей. И по окончанию вебинара все получат какой-то приз. А какой ждем окончания вебинара? Лена, вам микрофон. Добрый вечер, Владимир, Наталья. Поставьте, пожалуйста, плюсики еще раз, как меня слышно. Так, вижу, вижу. Все ли в порядке, насколько баллов меня слышно? Приветствую вас на нашем онлайн-марафоне. Это на самом деле большая честь для меня его открывать. И сейчас мы с вами начнем разговор о личной эффективности и о том, как к ней можно прийти. Позвольте еще раз немножко поподробнее представиться. Меня зовут Константинова Елена. По профессии я в интернете сетевик, инфобизнес-тренер. И также в интернете разработчик пользовательских интерфейсов, дизайнер и аналитик. То есть вся жизнь моя принадлежит интернету. Всех проектов, в которых за эти годы я участвовала и поднимала, на самом деле и не перечесть так уж получилось. Поэтому начнем с самого главного, с того, как я пришла к этой теме, теме личной эффективности. Но вначале еще несколько слов о построении нашего вебинара. В процессе вебинара вы узнаете о трех ступенях, ведущих к развитию эффективной личности. О очистке от старых привычек и шаблонов. О выработке новых позитивных навыков. И синтезе этих двух основополагающих вещей. О синтезе и активном использовании полученных инструментов. И также узнаете об одной базисной практике, без которой невозможно продвинуться, как эффективная личность. И ее мы разберем подробно в конце нашего вебинара. И немножко о том, как я лично пришла к этой теме. В интернете на самом деле я уже давно, с 1996 года. И здесь, как нигде, оказалась востребована эта тема личной эффективности. Потому что есть необходимость постоянно изучать огромные потоки информации, быстро реагировать и создавать новые проекты. Желание научиться жить вне поля наемных работ привели меня к тому, что стало нужно и возможно успевать и работать, и продуктивно жить во всех сферах одновременно. Ну и, собственно, получилось так, что пришлось пройти через достаточно жесткие испытания. Потому что у нас с 1996 года с мужем была своя студия, своя веб-студия. И вот в кризис 2008 года нам пришлось всю студию вместе с командой продать очень большому интернет-проекту. И тут мы поняли, что такое работа по найму. Со всеми ее прелестями. И тогда, в общем-то, укрепилась эта мысль. Прийти к еще раз не только собственному бизнесу, но расширенному. Уже с большими свободами, большими возможностями. И, естественно, оказалось, что личная эффективность тут играет далеко не последнюю, а первую роль. Какие, собственно, тогда и сейчас я ставлю критерии. Это высокие доходы, это отличное самочувствие, это ощущение баланса и гармонии во всех сферах жизни. Возможность заниматься любимым делом и радоваться каждому муновению жизни. Конечно, результаты начали получаться не сразу. И, конечно, я не буду тут первые, кто с уверенностью скажет. Если вы хотите позитивных изменений, чтобы успех, доход, радость, здоровье пришли в вашу жизнь, необходимо приложить усилия, необходимо все время развиваться. Это основная цель на самом деле. И самое главное, не останавливаться на достигнутом. Есть либо путь наверх, либо дорожка вниз. А статика, как мы иногда мечтаем, какой-то такой стазис, приятное расслабление постоянное, она невозможна. Наша жизнь – это движение. А вот куда двигаться, решать нам. За те пять лет активной работы над собой получился на самом деле замечательный результат. У меня есть работа, которая мне очень нравится, она хорошо оплачиваемая и позволяет мне строить свое расписание так, как мне хочется, так как мне удобно. Есть несколько интернет-проектов, в которых я с удовольствием участвую, получаю море удовольствия, дохода. И очень рада, что они реализованы с моей помощью. Есть хобби, которые я очень люблю и на которые у меня теперь есть время. Есть возможность постоянно учиться и строить свой отдых так, как мне того хочется. И, соответственно, большие планы на дальнейшую жизнь. И самое приятное, что жизнь стала гораздо более насыщенной, значимой и интересной. И в моем понимании все вот эти вот вещи и есть личная эффективность, про которую сейчас и пойдет речь. Когда мы приходим к мысли о том, что как-то мы застоялись, потеряли смысл существования, хотим что-то изменить в своей жизни и, как правило, хотим изменить материальную составляющую, то приходим очень быстро к выводу о том, что, собственно, жить-то мы по-настоящему и не начинали, а уж эффективно тем более. На самом деле все мы помним, что человек без цели не живет. И надо разрешить себе эти цели, разрешить себе измениться и прийти, наконец, к себе. Но, как всегда, конечно, есть определенные препятствия на пути к нашему успеху. И первое, мне кажется, самое такое неприятное, которое отсеивает многих, это страх. Мы не знаем, куда идти, нам надо выйти за рамки привычного и нам страшного, потому что годами мы познавали одни шаблоны, одни истины, нарабатывали одни стереотипы и привычки, а теперь, когда надо решительно действовать, оказывается, что они вдруг не работают. А новых привычек у нас нет, поэтому чувствуем мы себя тонущими в океане. Нам очень страшно. Хотя на самом деле это океан возможностей, и важно это увидеть, это разглядеть. И мало того, надо пройти через эти свои страхи, переработать их, отпустить, или мы не достигнем своих заветных целей. Как вы думаете, для чего и на каких принципах построено наше движение к цели? Как все это получается? Ведь на самом деле как осуществляются наши желания, наши цели, наши мечты? Они проходят ряд трансформаций. Сначала мы чего-то хотим, и на самом деле начинаем собираться, собирать свои силы, собирать знания, собирать возможности для осуществления нашего желания. Потом мы уже начинаем планировать, ставить цели, и в какой-то момент нам надо решаться, или начать действовать, или соскочить обратно в ту самую трясину страха. Когда мы решаемся и действуем, начинает работать наше намерение получить эту цель. А намерение – это желание без ожидания, плюс совершение определенных действий. Если же мы отскакиваем назад, то на самом деле мы очень сильно себя сжигаем, нежели начали бы действовать. Энергия собрана, а действия нет. И на самом деле мы начинаем сгорать в самобичеваниях, сожалениях. Поэтому страх может сильно навредить нам как на эмоционально-духовном, так и на физическом уровне, если мы не начинаем действовать, а скатываемся в избегание. Теперь олени. Это второе наше распространенное, существенное, обычное, любимое препятствие. Желание избежать и сбросить напряжение. Нам это гораздо проще. И наш внутренний хранитель, который, конечно, у нас есть, нашептывает нам, что так будет спокойнее, так будет лучше. Но, опять же, в силу того, что вы решили действовать и внезапно отказались, помните, что вы только теряете от этого очень много сил. Следующее препятствие – это отсутствие знаний. Мы часто пытаемся действовать по старинке или наугад. На самом деле, несмотря на то, что каждый путь человека, любого человека уникален, методы достижения общие. И они известны. Поэтому я и все тренеры интернета рекомендуют получить обучение настолько жесткое и эффективное, насколько это возможно. Так вы быстрее сдвинетесь с мертвой точки и пройдете все этапы гораздо быстрее, особенно если сильно мотивированы. Часто мы жалуемся на отсутствие сил. Это тоже распространенная иллюзия, потому что на самом деле дорогу осилит идущий, и силы даются под конкретное дело, силы появляются у нас под конкретное дело. Вспомните, если вам действительно что-то нужно и хочется чего-то, то появляются и силы, и вслед за этим появляются и возможности для совершения этих действий. И пятое – это наше несбалансирование. Как правило, мы личности несбалансированные. Часто мы делаем много в одном каком-то направлении, области жизни. Туда уходит все наше время, все наши силы. И особенно мало внимания удивляется здоровью, то есть физическому аспекту. И эта дисгармония тоже лишает вас и сил, и удовольствия достигать поставленных целей максимально эффективно. Поэтому мало действовать согласно плану и намерению. Необходимо еще пройти определенные ступени, которые освободят вас от старых убеждений и позволят выработать новые навыки и расширить свои внутренние и внешние горизонты. И мы сейчас поговорим подробно о первой ступени, самой инерционной, и немного коснемся двух остальных. Подробно и скрупулезно две остальные ступени будут даны уже на коучинговые группы, тренинги по личной эффективности, которую я буду проводить этим летом. Если вы пришли на обучение, как сегодня, как обычно приходите, то можно подразумевать, что вы не удовлетворены текущим положением дел и хотите на самом деле большего. А стало быть, у вас уже есть желание, мечты, и вы начинаете ставить цели. И чем точнее вы сосредотачиваетесь на целях, тем проще их достигать. Поэтому сейчас мы с вами затронем очень важный момент о движении к цели. Чтобы продуктивно двигаться к цели, нам очень часто необходимо избавиться, выбросить старые накопления. Итак, ступень первая. Избавляемся от ненужного. За всю свою жизнь мы, как правило, накапливаем и тащим с собой ворох ненужных старых проблем, обид, нерешенных вопросов, неосуществленных желаний. И все это оседает в нашей памяти, намертво въедается к нам в качестве привычек, шаблонов. И даже на физическом уровне мы можем болеть и чувствовать дискомфорт. Если вы не устраните постепенно эти старые накопления, то и новым положительным привычкам и возможностям места не останется. На все эти процедуры, безусловно, вам потребуется некоторое время. И желательно одновременно с удалением старых привычек нарабатывать новые, позитивные, чтобы перепрошить вашу систему сразу. Поэтому можно сказать, что первый и второй этап во времени проходятся одновременно. Что же мы начинаем делать? Ключевое слово тут, безусловно, делать. Задаем себе нужные вопросы и избавляемся от старых шаблонов. Итак, первый вопрос. Кто вы? Это важный вопрос, на него не все хотят, как правило, отвечать. Но мы должны определить свое местоположение здесь и сейчас. Кто вы, утешающийся нытик или целеустремленный творец? На каком уровне пирамиды потребностей, пирамиды маслоу проходит ваша жизнь? Ибо его надо задать. Как часто, если вы что-либо решили, вы идете и делаете это немедленно? Оцените в процентном соотношении по жизни, чего больше, мечтаний или действий? И на какой стороне эмоций вы? Стакан наполовину пуст или он наполовину полон? Если вы все время ищете подвох, расстраиваетесь по пустякам, живете наработанным грузом проблем, то, скорее всего, вас можно отнести к категории утешающихся. Да-да. Ежели вы притворяете свои идеи в жизнь, пусть даже не всегда удачно, то вас можно назвать и деятелем, и творцом. Ну, а не ошибается, конечно, тот, кто ничего не делает. Так что не врите себе и просто честно ответьте, чего в вашей жизни больше, одного или другого. И на самом деле, по статистике, из 100 обучающихся на любом курсе человек только 20 активно задают вопросы, что-то делают и получают хоть какие-то результаты. И только двое-трое доходят до настоящих результатов. Самые упёртые, самые упрямые, которые делают всегда, сейчас и немедленно. И одна из главных причин – это именно то, что они готовы просто принимать всё, как есть, ничего не меняя. То есть они готовы работать, готовы делать так, как им говорят тренера. Возможно, все вопросы, о которых мы будем сейчас говорить, не очень приятны, но тут вам надо ответить себе честно, потому что без чёткого осознания того, в кем мы в данный момент являемся, вопросы наши мы не можем решить. Вы встаёте на уровень выше, отвечая себе честно, без приукрашивания действительности. А это именно то, что нужно для того, чтобы смочь решать ваши вопросы и быть эффективным. Любой вопрос решается только с уровня выше. Второй вопрос. Какого уровня ваши желания и цели? Все мы знаем пирамиду маслу и то, что у нас начинаются наши желания, наши потребности с физиологических, с потребностей в безопасности, с потребностей в принадлежности и любви, в общении, в уважении и почитании. У нас есть познавательные потребности, эстетические потребности и потребности в самоактуализации, реализации своих целей, способностей и развития личности. То есть эта пирамида идёт снизу вверх и нам надо чётко оценить, какой уровень наших притязаний, наших целей, наших желаний. Что это? Уровень физических потребностей или уровень масштабных проектов. И в зависимости от масштаба, безусловно, у вас и потребности, и уровень осознания будут подгоняться ваши возможности. Чем мельче ваше желание, чем мельче ваши цели, тем меньше на неё вам нужен будет ресурс. И очень часто мы не замечаем на самом деле, что все инструменты у нас уже есть под рукой. И чем выше планка, тем больше ответственности, тем больше вызов и, соответственно, тем больше ресурсов нам надо привлечь. Например, возьмём простой пример. Нам нужен велосипед. Это цель, цель, желание, желание. Что нам надо для этого сделать? Всего лишь понять, что за велосипед нам нужен и дальше предпринять достаточно простые действия. Найти себе дополнительный заработок на короткое время или сэкономить, оптимизируя свои расходы. Обменять этот велосипед на что-то из своих не так необходимых вещей. Это достаточно просто и это уровень физических потребностей, потому что велосипед нам нужен, например, для того, чтобы ездить в древне за молоком. Если это повышение жизненного уровня, это тоже всё ещё уровень минимальных потребностей. И тут энергии всё равно немного, и вам надо об этом помнить. Чем ниже уровень, тем меньше на него энергии даётся. И чем выше будет уровень ваших целей, вплоть до духовного, тем с одной стороны сложнее будет его достичь, но с другой стороны, тем выше будет итоговый результат. Потому что наш мир всегда приветствует и рост, и совершенствование. И поэтому высокие цели всегда имеют больше шансов на самом деле к осуществлению, чем более мелкие. Но уж попутно начинают осуществляться все более низкоуровневые цели. И ещё один момент. Если вы хотите чего-то очень масштабного, но на уровне элементарных потребностей у вас полный провал, то, безусловно, в начале всё равно простраиваются низшие уровни. Перепрыгнуть через ступеньку вам не удастся, пока не пройдены все ступени пирамиды снизу доверху. Следующий вопрос. Кто с вами? Внимательно расглядываем и оцениваем своё окружение. Ну и второй вопрос. Как быть с утешающимися родственниками? Вам придётся точно так же посмотреть, кто же рядом с вами. Утешающиеся или творцы? Этот вопрос тоже обычно вызывает на самом деле шквал эмоций, потому что вам надо собрать список ваших близких, друзей, тех, с кем вы часто общаетесь, сослуживцев, кого-то ещё, и оценить их с этой точки зрения. Как вы общаетесь, на каком уровне, кто они, утешающиеся или творцы? Посмотреть, опять же, уровень вашего общения. Здесь тоже, если видите зелёный треугольничек, это пирамида маслу, немножко по-другому отображённая. Начинается общение с контекста. Это знакомство. Здравствуйте. Вам хочется поесть? Ой, да, давайте присоединяйтесь, пожалуйста. Следующее – это поведение, когда вы вместе что-то делаете. Совместные навыки, убеждения, ценности, роли, миссии и вера. Как видите, тут тоже очень много уровней, и чем выше уровень, на котором вы общаетесь, тем больше у вас общего, тем легче вам вместе общаться. Поэтому оцените всех, с кем общаетесь, и с этой точки зрения. И в дальнейшем, если хотите двигаться вперёд, ориентируйтесь и общайтесь с теми, кто выше и готов действовать, и действует. А как же быть с близкими? Этот вопрос всегда очень тревожно задают те, кто решил поменять свою жизнь и стать эффективными. Ну, на самом деле, однозначных ответов на этот вопрос нет. С кем-то вы ограничиваете общение, а с теми, с кем вы всё равно общаться будете, так есть, так бывает, не надо пытаться их перетянуть на свою сторону, и не надо давать им затягивать вас в своей сети. Расти, совершенствоваться и работать, и ваши близкие очень медленно и постепенно будут совершенствоваться об вас. Критерием качества вашей работы будут уже их внутренние изменения и их успех. Когда вы принимаете ответственность за свою жизнь, и всё, что в ней происходит на себя, и относитесь к близким с любовью, они начинают тоже меняться, и это зависит от вас. Те же, кто вам и раньше не был близок, могут спокойно обойтись и без вашего участия. Умение оценить своё окружение и сказать «нет» ненужным связям – это очень важное и большое дело. И на самом деле стоит оценить и ещё один аспект вашего общения и окружения – это качество общения и уровень, с которого вы общаетесь. И особенно это относится к совместным проектам. «С кем вы?» Если вы делаете какие-то совместные усилия, неплохо знать, что это за люди с точки зрения нумерологии. Звучит довольно забавно, но тем не менее, что тут хитрого есть в этом самом дне рождения? Вы помните, как ставить эти цифры? Месяц рождения, день рождения и год рождения. Вы должны сложить все эти цифры и последнюю цифру, если она двухзначная, тоже сложить. И получаются значения от 1 до 9. Как это ни забавно, но по статистике это на самом деле уже практика, потому что получается, что своих коллег, своих партнёров я тоже оценивала, тоже смотрела, и действительно это так. Тот, с кем вы общаетесь, может либо помогать вам в вашем деле, либо мешать, потому что его цифра, она может быть вам полезна, может быть не полезна. Смотрите, единичка. Это творческие люди. Космическое число. Это нестандартные люди. Они часто не интересуются деньгами, но могут вам помочь идеями. Денежные – это четвёрка и восьмёрка. Четвёрка – это стабильные деньги, а восьмёрка – это большие и нестабильные деньги. То есть это люди, которые способны привлекать деньги. Двойка – это очень хороший партнёр, когда он в паре, в одиночку он вряд ли что-то может сделать. С ним сложно. Много инфальтильности и много детскости. Тройка – это люди, которые думают головой, суперконтроль, мозг. Голова много думает и плохо умеет отключаться и отдыхать. То есть если вам нужен аналитик, вы берёте, конечно, с собой в путь тройку, но помните, что отключаться она не умеет. Пятёрка – это число гиперактивных людей, многостаночников. Стратегическое мышление у них сильно развито. Всегда много идей, и жизнь – это постоянное движение. Это харизматики. Они могут поднять множество проектов одновременно, и на самом деле они бурлят и кипят. Шестёрка – это коммуникаторы. Те, кто великолепно общаются, налаживают отношения, умеют подстраиваться. Семёрка – это сильные лидеры. И если вам нужен именно сильный лидер в команде, но достаточно ищущий себя человек, то выбирайте семёрку. И девятка – это одно из таких самых лучших, самых стабильных чисел. Они очень творческие, очень необычные люди. Любая их уверенность реализуется мгновенно, но на самом деле любые страхи тоже, поэтому им важно быть в состоянии безупречности. То есть, если девятка враздрая, лучше её с собой в путь не брать. Поэтому оцените все эти параметры и подумайте, с кем вы сейчас в партнёрстве. На самом деле это очень общее представление. Оно очень краткое, но оно на самом деле позволит вам выстроить свою команду, эффективную команду. Теперь следующий этап. Нам нужно предпринимать первые продуктивные шаги. И всё-таки нам страшно. Вокруг витают кошмары, нас постоянно парализуют страшные мысли. Не получится, я этого не могу. Нам мешают какие-то образы из прошлого. Нам важно здесь избавиться от негативных мыслеобразов и научиться их трансформировать. Да, конечно, всё, что делается первый раз, бывает страшно. Страшно в какие-то зоны комфорта. Безусловно. И то, что у нас было негативного, оно нас постоянно проверяет, так сказать, на вшивость. Ну как, боишься? Может быть, всё-таки не будешь делать? Помните замечательный анекдот про едущего в маршрутке мужчину, который думает о том, что у него дети идиоты, жена стерва и денег не платят. А рядом за плечом стоит ангел и пишет тихо в блокнотик, бурчась я под нос. Но если всё это ему так не нравится, то зачем он это заказывает? Господи, придётся исполнять. Ну что поделаешь. Мы окружены этими страхами и шаблонами прошлого. И самое интересное и самое приятное то, что 50%, даже больше наших страхов, это полный вымесел. И этого на самом деле никогда не произойдёт. Всё в нашей голове. И эти тоже отрицательные слайды именно в нашей голове. Поэтому можно не только расслабиться, но можно трансформировать эти негативные мысли, образы. Это тоже важная работа по расчистке завалов. И методов на самом деле достаточно много. Что же с этим делать? Первое – это начать жить и думать в позитивном ключе. Но об этом я расскажу немного позже. Как же трансформировать эти страхи? Вот один из простейших методов. Если есть какая-то ситуация, которая вас очень напрягает, то вы можете мысленно представить или нарисовать её в виде фигуры какого-то цвета, в виде какой-то формы. Ну, например, пусть это что-то коричневое, размытое. А дальше мы начинаем трансформировать этот мыслеобраз или эту картинку, размывая фигуру от центра к периферии, к краям, красивым, голубым или каким-то ярким, очень приятным цветом. И пусть постепенно этот свет зальёт всю фигуру. И вы увидите, как меняется фигура, меняется цвет. И одновременно с этой трансформацией вы начинаете чувствовать, как меняется и ваше ощущение от созданной ситуации. Она трансформируется, она лопается, она исчезает. Попробуйте. Попробуйте не один раз, и вы увидите, что это на самом деле просто, и ваш негатив уходит. Есть и другие методики, но об этом я буду рассказывать уже на коучинговой группе. И таким образом необходимо работать постоянно по мере появления вот этих негативных мыслеобразов. И постепенно вы научитесь сводить все свои страхи, которые появляются в течение дня, в течение какого-то времени, к минимуму, а не копить их. И это очень важная работа, которая позволит вам в дальнейшем избегать многих неприятностей и не давать себе залипать на трудностях и страхах. Появились трудности, появились какие-то страхи. Моментально трансформируем это все. Теперь следующий, не менее важный вопрос. Где найти дополнительный источник времени и сил? Давайте поведем ревизию наших возможностей. Это колесо баланса. На что мы тратим свои силы, свое время? Это очень важный момент просмотреть, куда и на что уходят наши силы. Мы разбиваем воображаемый круг на 8 секторов и значимых для нас секторов, например, это здоровье, финансы, карьера, личностный рост, духовность, отдых, отношения, семья. Ну, у кого-то, может быть, как-то немножко варьируется это все, но тем не менее. И проставляем от 1 до 10 на каждом из радиусов наши ощущения, насколько мы получаем от этого отдачу. И второй нужно построить график, насколько мы отдаем этому много времени. и смотрим, где же у нас что не так есть. Если у нас ровное колесо, чего, как правило, не бывает, то все хорошо. Но если у нас то, что, как вы видите здесь на картинке, где-то больше, где-то меньше, то колесо баланса нам надо выравнивать, балансировать. И вы должны просто понять, ощутить, где же изнутри как бы, что же вам хочется делать, что вам нужно сделать больше, чему делить больше времени, чему наоборот меньше времени, чему больше внимания, а чему меньше внимания. Вы сами изнутри на самом деле это чувствуете, и вам просто надо оценить, увидеть вашу реальность, увидеть то, что есть на самом деле, и оценить, как вы могли бы это изменить. И на самом деле, вторая часть этой работы заключается в том, чтобы вы беспристрастно оценили, что именно из направлений является для вас основным источником сил и вдохновения, и уделять больше времени тем областям, откуда вы черпаете свои силы. Именно оттуда вы впоследствии сможете брать физический, интеллектуальный, эмоциональный ресурс и быть эффективными. Казалось бы, семья может не быть источником впрямую, например, финансов. Казалось бы. Но если вы будете уделять много времени семье, которая вас вдохновляет, вы увидите, как фактически чудесным образом именно оттуда к вам будут приходить дополнительные предложения. То есть то, что вас поддерживает, то, что вам дает силы, укрепляет вас. На самом деле именно это, и надо на это обращать больше внимания, если оно у вас не в балансе. Поэтому обратите на это особое внимание. Силы нам всегда даются под какую-то цель, под какую-то мечту, под какое-то желание. И если у вас нет целей, то, возможно, вы будете чувствовать себя усталым и обесточенным. Человек – это такая система, которая начинает оптимально работать при хорошей загрузке. Ну, как, собственно, и любая другая система. То, что не используется, неизбежно атрофируется. Что еще съедает наши силы и время? Куда еще уходят силы? Первое – это недоделанные дела. Закрываем недоделанные дела. Весь вопрос состоит в том, что любые проекты, даже неотвеченные звонки телефонные или не сделанные, ложатся на жесткий диск нашего мозга. Запись есть, а реализации нет. И остается тропинка, дорожка, по которой утекают наши силы. Чем больше незакрытых дел, тем меньше у нас сил. Как быть? Ведь не все дела, на самом деле, мы хотим доделывать. Самое простое – это осуществить ревизию и выписать список всех незакрытых дел. Конечно, все сразу вы не сможете вспомнить, да это и не нужно. Всплывут они в памяти потихоньку. И отсортировать те, которые вы будете доделывать. И те, которые вы не будете доделывать, не хотите, они вам неинтересны. И тогда вы должны забыть, закрыть и больше к ним не возвращаться. Забудьте их навсегда. Те же дела, которые вам надо сделать, соберите вухль в кулак и делайте. Вообще стремление делать, когда решим – это правильный ход. Поэтому вы выписываете этот список, решаете, делаете и закрываете вопрос. И на самом деле не бойтесь, даже если вы сделали с вашей точки зрения не так, не на пять, все равно закрывайте. Потом вы можете открыть вторую итерацию и сделать лучше. И не копите несделанное. Если дело не нужно, лучше от него откажитесь. И второй вопрос – это перепросмотр ярких, эмоциональных, ну, как правило, негативных событий нашей жизни шаг за шагом. Это работа трудная, это работа долгая. И на самом деле вы часто привязаны этими эмоциями к своему прошлому и тоже туда отдаете очень много сил. Вы что-то вспоминаете, эмоционально с этим связаны, и вы туда отдаете эти силы, отправляетесь как будто бы назад в прошлое. Поэтому есть конкретные методики перепросмотра событий прошлого, которые позволят отпустить и разорвать эти эмоциональные привязки. Это тоже освободит море вашей энергии, которая туда уходит. Этот длинный список на самом деле можно продолжать, но тем не менее это основные позиции, от которых вам надо избавиться. И если вы справитесь с этими аспектами, проработаете эти аспекты, то ваша эффективность уже возрастет в разы. И, как я и говорила, эти техники и практики можно и нужно совместить с выработкой новых навыков. И теперь мы поговорим о тех из них, без которых вам стартовать будет трудно. Итак, ступень вторая, наш базис для успеха. Как начать работать в позитивном ключе? Как вырабатывать новые навыки? Принцип 21.40.90. Конечно, избавление от старых привычек и проблем на первых порах – это самое важное, но параллельно мы должны проработать и новые качества, новые привычки. Эти вещи необходимо делать каждый день. Для чего? Если делать нужное вам время от времени, то необходимые рефлексы созданы вами не будут привычки. Эффективные привычки. А на выработку привычки требуется минимум 21 день. Но это не все. 21 день вы получаете только просточек этой привычки. Вы можете это делать. Дальше 40 дней вам требуется на закрепление привычки. Не бросайте, выработали, делайте дальше. А 90 – на полное встраивание ее в вашу жизнь. Если вы заметили, очень часто эффективные курсы, сетевые курсы, они проводятся в течение трех месяцев. Именно за три месяца можно что-то хорошо усвоить. Но первый 21 день на самом деле самый трудный. И тем не менее, не отчаивайтесь, даже если что-то пропустили, делайте, продолжайте, вырабатывайте, встраивайте эти привычки. Это самый главный принцип. Сколько за один присест можно прокачать таких навыков, навыков эффективности? Начинать стоит, конечно, не с 10, не с 20. Возьмите 2-3 и поработайте с ними. И постепенно добавляйте еще. По мере того, как начнут встраиваться эти первые привычки, можно брать следующие. Итак, первая наша основная привычка, которую надо будет вырабатывать, хочешь не хочешь, это позитив. Будьте позитивны. Есть очень простое упражнение, которое укрепит вас на этой позитивной дорожке. И вам станет легче видеть во всем хорошую сторону и не ныть по мелочам. Это точно такой же навык, как и все. Поэтому его тоже надо отрабатывать в течение 21, 40, ну и, соответственно, 90 дней. И, безусловно, после того, как вы получите этот устойчивый навык, можно вносить свои изменения в эти вот программы. Конечно, будьте творцами, если вам удобно, подстраивайтесь. Итак, что это за навык? Это правило вечером перед сном записывать 10-30 позитивных моментов дня, которые произошли с вами. В начале вы можете натянуть только 5 моментов, может быть, 2 момента, но они всегда есть. И постепенно увеличивайте до 30, ну, если получается, можете больше. То есть, на самом деле, конечно, всегда их больше. Просто понятно, что в начале трудно это, в начале мозг отказывается это делать, потому что в начале, конечно, мы должны мозгу доказать, что это возможно. Ну, а потом это становится уже легче. Дальше. Решил, сделал. Это один из ключевых моментов, когда на самом деле мы можем зарядиться энергией или скатиться к нулю. Потому что постоянное откладывание дел на потом, как я уже говорила, заставляет нас и сожалеть, и осуждать себя, и, соответственно, терять силы. Однако у меня есть для вас отличная новость, потому что это тоже навык, и его можно в себе развить. Начинать надо с небольших дел, таких как мытье посуды, какие-то мелкие бытовые домашние дела, которые мы всегда любим откладывать. И тут методика очень простая. Как только вы об этом вспомнили, встаете, идете, делаете. Постарайтесь все небольшие дела проводить именно через этот импульс. Вспомнил, встал, пошел делать. Постепенно вы увидите, что это действительно навык, и любые дела вы начнете делать не откладывая. Или же, если вы оцениваете их с точки зрения важности и срочности, закрывать какие-то дела и отказываться от совершения тех дел, которые вам не нужны. И, конечно, хвалите себя, ведите дневник своих достижений, и тогда вы увидите прогресс. Обязательно записывайте, что вы делаете. Следующий момент – это правильное дыхание. Наша жизнь начинается с физического уровня, поэтому начинать лучше с него, как с базиса. Если нет базиса, то и вершину нам не построить. Просто не хватит нам ни сил, ни концентрации. Обратите внимание, что обычно люди дышат очень поверхностно, не давая ни легким, ни диафрагме, как следует расправиться. Со временем это все приводит к зажимам в теле, и тогда нам очень трудно двигаться, и в том числе развиваться, быть эффективными. И наиболее простые упражнения – это полное йоговское дыхание. Все эти упражнения будут на коучинговой группе, однако основные дыхательные методики вы можете найти в интернете. Теперь несколько слов о том, почему такое дыхание важно. Дыхание – это не только химические процессы, позволяющие нам жить. Это ритм, который мы себе задаем. Этот ритм может дать нам долгую, насыщенную жизнь или свести все к сумеречному состоянию сознания. Поэтому, контролируя наше дыхание, дыша правильно, мы способны свернуть горы в прямом и переносном смысле. Мы по природе – существа очень эмоциональные и залипающие на какие-то ситуации. И вот один небольшой секрет. Уже и секунды ведь не пройдет, как кто-то втягивает нас в спор, и мы уже там, мы все там, мы увлеченно спорим. Это так называемое состояние естественного транса. Но мы можем не залипать и свести этот спор, уйти из этого транса и полностью контролировать себя. И один из основных инструментов – это как раз осознанное дыхание. Тем самым мы контролируем ситуацию, ритм беседы, себя и тот результат, который мы получаем. Поэтому выработка навыка правильного дыхания, полного йоговского дыхания, очень важна. По времени оно тоже займет у вас 21 день, но лучше больше. Следующий момент – это планирование и четкая постановка целей. Это уже наш внешний неинтересный навык. Если мы чего-то хотим, мы должны уметь работать с метапрограммами. Сейчас я немножко об этом расскажу. Наличие целей, расписанных на бумаге, спланированных и понятных – это тоже топливо для нашего эффективного движения, для нашего развития. Если нет целей, нет и сил на жизнь. Ресурс берется из наших желаний, переплавленных в цели. И тут очень важно уметь распределять и планировать экологично. Давайте пройдемся как раз по процессу планирования. И возьмем самое простое. Это наше ежедневное планирование и еженедельное. Как вы это делаете? Ставите ли основные цели? Как расписываете ваш день? Обратите на это внимание. Задайте эти вопросы себе. Какие метапрограммы в вашем расписании есть? А какие вы не любите прописывать, и они отсутствуют? Метапрограммы – это время, люди, место, вещи, процессы, процедуры и результат. Вот это все должно быть у вас в ежедневном плане. Например, в 12 часов у вас встреча в кафе с товарищем Ивановым, обсуждение бизнес-плана. Вы должны наметить вехи и договориться о сроках, кто что делает, поставить какие-то конечные сроки на создание бизнес-плана и распределить обязанности. Вот примерно так должен выглядеть один из пунктов. То есть здесь должно быть время. Здесь должны быть люди. То место, которое вы будете занимать, кафе, вещи, если вы что-то используете, какие-то компьютеры, что-то с собой взять. Процессы, то есть бизнес-план и процедуры, как вы это делаете. И, собственно, итоговый результат создания. Поставить дедлайн на создание бизнес-плана и распределить обязанности. То есть на самом деле каждый кусочек вашего ежедневного плана должен содержать вот это все. Если вы будете прописывать так подробно свои планы, то окажется, что постепенно вам будет очень легко ориентироваться во времени. Вы будете понимать, с какими людьми общаться, как, так сказать, людским ресурсом оперировать, если у вас команда. Вы будете легко расписывать процессы в ваших больших проектах, процедуры. И вы будете понимать, какого результата вы хотите достичь. Обратите внимание сначала, как пишете план вы. Потому что всегда видно, у кого-то кто-то не может написать время и расписывает план на день без времени. У кого-то нет людей, у кого-то нет процессов и процедур. То есть на самом деле кто-то катастрофически не желает писать результат. И, собственно говоря, надо именно навыком выработать в себе возможность писать эти планы именно таким образом, со всеми метапрограммами. Следующий навык – это работа с деньгами и денежными вопросами. На самом простом, на самом деле, уровне. Этот момент тоже очень важен. И мы часто не задумываемся, насколько у нас простроены отношения с деньгами. И есть навыки работы с деньгами. Насколько много у нас есть внутренних ограничений на деньги. И насколько неаккуратно и неуважительно мы общаемся с этой энергией, с денежной энергией. Поэтому здесь я бы выделила сейчас три момента основных, без которых существенный прирост ваших доходов в благосостояние попросту невозможен. И при наличии этих навыков и работы с этими аспектами вы быстро начнете сдвигаться в нужную вам сторону. Первое – это денежные ограничения, которые пришли к вам за всю жизнь. От родителей, наработанные в жизни. Выпишите их. Обдумайте. И трансформируйте в позитивные для вас и безопасные для окружающих. Если вы считаете, что деньги – зло, перепишите совсем другой постулат. Деньги – это энергия. И мера того, насколько вы можете быть эффективны для себя и для общества. Определите те суммы, которые вас интересуют. И определите, начиная с какой суммы вам кажется, что заработок такой суммы для вас труден и страшен, а какой – полностью невозможен. И на самом деле начинайте с трудной цели. То есть вы считаете, вам заработать это трудно. Вот это та сумма, которую вы заработать на самом деле можете и двигаться к ней можете. Начинайте с нее, не с миллионов миллионных, а именно с той суммы, которую у вас сначала вызывает страх, а не полное неприятие. Второе – финансовый дневник. Ведите дневник ваших доходов и расходов ежедневно. Это на самом деле занудно, но очень просто. Относитесь к этому серьезно, спокойно, и вы очень быстро увидите, куда уходят ваши деньги. Как вы распределяете их, как вы с этим работаете. Вы поймете себя и свое отношение к деньгам. Третье – выходите в плюс. Откладывайте хоть понемногу. Инвестируйте, если можете. Придумывайте и продумывайте, просчитывайте новые бизнесы. То есть будьте открыты тому, тем возможностям, которые на самом деле есть уже сейчас. Будьте в курсе финансовых новостей мира. Следите за тем, куда движется система. Будьте готовы в любой момент придумать себе новое дело. Хотя бы сначала придумать. Прокачайте этот навык. Точно так же в течение 21 дня придумывайте себе по 3 новых дела, с которых вы можете потенциально получить доход. Так вы будете легко понимать, как строятся бизнесы, как строятся проекты, как ходят и работают деньги. Вы станете уверены в себе, а это уже путь в более высокие энергии и, соответственно, к успеху и деньгам, если вам это необходимо. Теперь еще один вопрос, еще один навык – это использование сильных сторон, но и прокачка слабых. Как водится, не бывает так, чтобы у нас не было сильных сторон. Они обязательно у нас есть, у каждого. Вам только необходимо их определить. И это не так страшно, не так далеко, как на первый взгляд кажется. Для этого достаточно вспомнить, что нам удавалось лучше всего, за что нас хвалили, что делали шутя, играючи. Возможно, вы просто знаете эти свои сильные стороны. Правда, использовать и развивать только сильные стороны, пожалуй, слишком самонадеянно. На то и существует колесо баланса, чтобы слабые свои стороны тоже развить, тоже прокачать и тоже привести в баланс. Поэтому помните об одном. Вы отталкиваетесь от сильных сторон и прокачиваете, развиваете в себе и слабые стороны. И тогда в балансе вы начнете двигаться эффективно. И теперь замечательная техника, которая будет подробно сегодня описана. Так. Отлично. Остановка внутреннего диалога. ОВД. Это замечательная техника. И как ее делать, поделюсь этим секретом немножко позже. Именно эта техника помогает нам стать максимально осознанными и вовремя отслеживать наши эмоции и многие процессы в нашем организме и вообще вокруг нас. Расти и быстро прогрессировать. Это базовый секрет, которым пользуются многие успешные предприниматели, гуру. И просто высокоразвитые в духовном плане люди. Это основы, без которых будет трудно. Так что ей мы уделим внимание и его тоже необходимо встроить как устойчивый навык. Теперь очень часто задают такой вопрос, в каком же возрасте не поздно меняться. Бывает, что люди категорически ссылаются на возраст, но на самом деле можно ответить совершенно четко. Всегда этот вопрос очень часто задают. Поэтому считаем мы и утверждаем действительно, что безусловно меняться не поздно никогда. Единственное, что с возрастом желание выйти за пределы комфорта резко падают. Очень уж крепко у нас сшиты все старые привычки и избавляться от них не хочется. Но можно и нужно, и просто нужно иметь желание это сделать. И силу воли. Без нее вы не обойдетесь нигде, ни в одном из навыков. И поэтому это именно вопрос силы воли. И возраст тут, конечно, абсолютно не важен. Потому что пока мы живем, пока мы есть, мы можем все. Вот тут здесь ссылка на замечательный сайт со статьей, где статья за статьей показывается, что не в возрасте дело, что на самом деле человек может все даже в 100, даже в 90, даже в 103. Это вопрос выбора. В любом случае вы можете экспериментировать, брать новые привычки на тест-драйв, подбирать наиболее работающие методики из всего спектра. Принципы останутся теми же. А методы вы подберете себе как перчатки для своей индивидуальности и для своих особенностей, учитывая свои особенности. И вот теперь, когда мы получили представление о том, из каких привычек надо избавиться и что оценить, и какие базовые вещи в себе необходимо развить, стоит сказать о том, что же дальше. Если на первом и втором уровне мы просыпаемся, то на третьем уровне уже на самом деле начинаются чудеса. Это и синтез. Мы развиваем все нужные стороны равномерно, шаг за шагом, слой за слоем. Сводим все воедино и начинаем активно использовать. Добавляем обучение новым навыкам и навыкам, соответствующим нашим целям. Используем работу намерения, используем нашу интуицию, используем вдохновение, используем физический план. Вот примерно так это должно быть. И находим провайдера. Еще один небольшой секрет. Это провайдер. Кто же это такой? Это тот человек или те люди, которые могут доставить вас на уровень выше. Что же это такое? То есть, если у вас есть проект, если вы что-то планируете, если вы хотите расти, или вам нужен инвестор, может быть что угодно. Может быть так получится, что с одним тренером, с одним инвестором, с одним партнером у вас не складывается. Хотя, казалось бы, все к этому должно идти, все этому способствует. Это значит, что это не ваш провайдер. Провайдер это та личность, которая может и проведет вас наверх, на ступень выше. И тут на самом деле надо пробовать, то есть надо искать таких провайдеров, проводников опытным путем. Что еще здесь необходимо помнить? Это то, что в той области, в которой вы будете сотрудничать, этот человек, эти люди должны быть уровнем выше. И именно тогда провайдер, то есть канал, он предоставляет вам канал для движения вверх. Поэтому, используя синтез всех навыков и находя себе провайдера, на самом деле вы начинаете очень быстро и эффективно двигаться вперед. Вот вкратце тот путь, который на самом деле только кажется коротким, но который проходят все эффективные, успешные люди. И теперь на закуску я поделюсь с вами одним из главных секретов личной эффективности. Это бонус-упражнение для осознанности и эффективности. Итак, это упражнение на тренировку осознанности и остановку внутреннего мысленного диалога. Благодаря этому упражнению вы сможете управлять своими эмоциями, и никакая из них не застанет вас врасплох. Будете позитивно смотреть на происходящее и сможете легко сосредоточить свои усилия на избранном деле. Легко управлять процессами в своем теле и своих эмоциях в жизни, в бизнесе. Особенно остановка внутреннего диалога позволит, во-первых, унять шквал мыслей, которые не прекращаются. И позволит действительно быть осознанными. Сосредоточить усилия на избранном деле. Итак, как это делать? Я смотрю, что очень медленно меняются слайды, но сейчас нам повезло. Отлично. Итак, вот само упражнение. Вы выбираете время, когда вас никто не трогает, минут 5-10, и садитесь поудобнее. Закрываете глаза и спокойно дышите. Можете следить за дыханием, а потом, не открывая глаза, начинаете слушать то, что происходит вокруг. 3-5 звуков вам необходимо выделить из общего потока и слушать. Итак, ловите и удерживаете эти 3-4 звука одновременно. И ваши мысли останавливаются. Мозг не способен отслеживать столько процессов одновременно. Это попросту невозможно. Постепенно вы можете увеличивать количество звуков, тренироваться с открытыми глазами и делать это так часто, как только вы сможете об этом вспомнить. Это и есть на самом деле то самое волшебное упражнение, остановка внутреннего диалога, которое позволяет нам быть полностью осознанными. Есть и другие методы, и о них я тоже буду говорить на коучинговой группе. Да и вы сами, если начнете практиковать это упражнение прямо сейчас, поймете, что есть и другие способы. Сразу же может не получиться, и вопрос тут только в вашей настойчивости. Просто тренируйтесь и все. Все обязательно получится, и вы уже будете хозяином в доме, а не ваши мысли. На этом упражнении я бы хотела закончить наш сегодняшний вебинар и пожелать вам побыстрее проработать и избавиться от негативных привычек и выработать в себе позитивные привычки личной эффективности. Уверенно двигаться к достижению собственных целей и быть в гармонии с собой и миром. И сейчас, если у кого-то есть вопросы, можно их написать в чат. Я отвечу, поскольку наш вебинар уже подходит к концу. Навык 21.40.90 – это выработка устойчивого навыка. За 21 день мы вырабатываем, как бы прорабатываем этот навык, привыкаем. За 40 дней этот навык становится практически устойчивым. За 90 он фактически может выйти на автомат. Мы встраиваем привычку. Еще раз последний слайд, пожалуйста, конечно. Конечно, конечно. Если есть еще вопросы, задавайте, я сейчас, конечно, отвечу. Запись будет. Запись будет. Где-то через 5 дней. Ссылку сайта сейчас, сейчас повторим. Хорошо. Ссылку сайта повторяю в чат. Пожалуйста, ссылку в студию. Так, есть ли еще вопросы? Смотрю, что как бы вопросов уже нет. Поэтому хочу пожелать вам успехов, удачи, здоровья и хорошего настроения и личной эффективности. На этом я с вами прощаюсь и передаю микрофон Владимиру Терещенко. До свидания. Владимир, передаю вам трубочку. Так, ну что, друзья. Как я и обещал, информация, конечно, очень супер. И большое-большое спасибо Лене за такую ценную информацию, которую она сегодня дала. И я абсолютно с Леной согласен, что за то время, которое у нас выделено под вебинар, ну просто невозможно выложить тот кладезь, которым владеет Елена. Поэтому, друзья, кого заинтересовала информация Лены, я знаю, что Лена проводит личные коучинги. И это очень эффективные коучи. Она проводит практически за руку, пошагово, человека выводит на высокую личную эффективность. Значит, вы можете обратиться или же в клуб дохода, или же найти в интернете Елену Константинову и обратиться к ней. Ну или, как говорится, если есть желание, то учитель всегда найдется. Поэтому, Елена, большое-большое спасибо за сегодняшний вебинар. Он действительно был очень интересен. И если вы меня послушали с начала вебинара, взяли ручки, тетрадки, записали то, что давала Лена, я думаю, что эта информация вам пригодится. Значит, здесь задавали вопрос по записи вебинара. Значит, я запись вебинара веду, и уже завтра запись вебинара будет готова. Поэтому, если кому-то нужна будет запись вебинара, значит, вы можете зайти на блог клубдохода.ру, ссылку я немножко позже скину, и там посмотреть этот вебинар. Итак, друзья, я хочу сделать небольшой анонс мероприятий по марафону нашему. Итак, сегодня вы прослушали Елену Константинову с ее вебинаром «Личная эффективность». И завтра приглашаю всех на вебинар Татьяны Жуковой. Татьяна Жукова – успешный интернет-предприниматель, юрист, политолог, MLM-лидер, ну и молодая мама. Я Татьяну знаю уже давно, и знаю, насколько она эффективно ведет свой бизнес. Меня сразу даже удивила Татьяна, что она молодая девушка такая, но насколько она серьезно взялась за интернет-бизнес, и у нее на сегодняшний день очень высокие результаты. Она на данный момент уже создала более 17 различных проектов, хотя в интернет-бизнесе она всего лишь 2 года. Она активно продвигает свои продукты. И завтра Татьяна поделится с вами своими секретами о том, как быстро стартануть в интернет-бизнесе. Она расскажет, какие модели интернет-бизнеса вообще существуют. Расскажет топ-10 препятствий для успешного старта. Она расскажет о том, что интернет-пространство – это не совсем уж такое, как говорится, белое и пушистое, что здесь есть мошенники, и как не попасть на удочку к мошенникам. Она раскроет секреты о том, как начать свой бизнес. С чего нужно начинать бизнес для того, чтобы быстро, я обращаю внимание, быстро выйти на хорошие результаты. Татьяна даст топ-3 решений для быстрого старта в интернет-бизнесе. Она расскажет о своих успехах, о своих результатах, и подскажет, как вам можно быстренько-быстренько выйти на хороший результат. Она не то, что расскажет, она даст вам пошаговый алгоритм успешного интернет-бизнеса. Поэтому на завтра вы обязательно должны приготовить тетрадки и ручки, чтобы этот алгоритм записать. И используя его, вы сможете очень быстро выйти на успешный бизнес. Ну и она расскажет о своих ошибках для того, чтобы вы их просто-напросто не повторяли. Согласитесь, что гораздо проще обойти те ошибки, обойти те грабли, если вы уже знаете, где они лежат. Ну и Татьяна расскажет о том, как правильно создать личный план для успешного старта продвижения вашего интернет-бизнеса. Друзья, обязательно завтра приходите. Завтра, ну просто грандиозная такая интересная тема будет. И если вы хотите добиться результата в интернет-бизнесе, то вы завтра должны отложить все дела и обязательно должны прийти на наш вебинар. И, соответственно, пригласите своих друзей, пригласите своих знакомых, и они будут вам благодарны. А теперь давайте немножко поговорим о том бонусе, который мы хотим с Натальей Лебедевой вам сегодня предложить. Для всех участников вебинара мы предлагаем очень интересный бонус. Значит, как вы уже поняли, что вся серия вебинаров идет в свете нового курса, который появился у нас на просторах Рунета. Это поздравительные музыкальные открытки. Мы создали этот курс Наталья Лебедева и я, Владимир Терещенко. И сейчас предлагаем этот курс для людей, которые хотят научиться создавать открытки. Хотят увеличить свою подписную базу и хотят получить хорошие результаты в интернет-бизнесе. В этот курс вошли наши навыки создания поздравительных открыток и получения высоких результатов. Потому что прежде чем создать этот курс, мы год практически тестировали, какие разделы нужно дать людям. Что именно нужно дать? В каком свете это все нужно дать, чтобы каждый человек, любой человек, который захочет создать открытки, мог спокойно их создать. Я вам скажу, что год тестирования показал, что многие, так скажем, пункты, многие разделы были просто-напросто изменены полностью. Что-то было переписано совсем по-другому. И от того первоначального курса, от того первоначального тренинга, с которым начиналось тестирование, ну, осталось где-то только процентов 60. Поэтому здесь годовой опыт работы по обучению людей созданию открыток. Здесь опыт людей, которые прошли этот тренинг и подсказали, как сделать курс более эффективным и более качественным. Поэтому такого курса, ну, так скажем честно, в интернете вы практически не найдете. Потому что здесь вошли все самые нужные моменты. Здесь курс написан таким языком, чтобы любой человек смог просто и легко создавать открытки, увеличивать свою подписную базу в очень короткие сроки. И, друзья, пройдя по ссылке курс.клубдохода.ру, вы найдете вот такую вот продающую страничку. Вы здесь можете более подробно узнать о этом курсе. Вы можете узнать, из каких разделов он состоит. И можете, как говорится, полностью ознакомиться с тем, что мы предлагаем. Также здесь есть кнопочка заказа. Вы можете нажать на кнопочку заказа и приобрести этот курс. Там очень много методов оплаты. Вы можете выбрать любой из них и оплатить этот курс. Но помимо этого вы можете еще и заработать с помощью этого курса. Сегодня вирусный маркетинг, именно создание поздравительных открыток, довольно очень востребованная тема. И люди готовы сегодня платить за то, чтобы быстро и эффективно научиться создавать открытки, которые будут приносить увеличение подписной базы очень быстро и эффективно. Потому что здесь мы поделились секретами, которыми никто в интернете не делится. Вы узнаете, как можно с помощью социальных сетей получать с одной открытки очень хорошую подписную базу. И сегодня уже не секрет, что с одной открытки люди получают до 4-5 тысяч подписчиков с одной открытки. Мы проводили конкурс и на конкурсе по созданию открыток участвовали лидеры, которые построили свои подписные базы. Более 25 тысяч человек только благодаря помощи открыток, причем за очень короткий промежуток времени. Поэтому, друзья, рекомендуем ознакомиться с курсом. Вы видите ссылочку внизу, курс.клубдохода.ру И приобрести для себя этот курс и также продвигать по партнерке. Ну и теперь о бонусе. Для всех людей, которые сегодня присутствуют на этом вебинаре, мы делаем 30% скидку на этот курс. Но эта скидка действует только в течение 2-х часов после окончания вебинара. То есть, так скажем, до 24.00 вы этот курс сможете приобрести на 30% дешевле. Эта скидка работает только для участников вебинара. То есть, друзья, только для вас. Вы можете сейчас приобрести этот курс и сможете зарегистрироваться в партнерке и продвигать свой курс для своих друзей, знакомых и на этом зарабатывать деньги. Поэтому используйте эту возможность и приобретите курс со скидкой и заработайте еще на этом денег.